Что такое стратегическое мышление? Это то, когда ты думаешь на большой промежуток времени наперёд. В основном у нас принято мыслить и планировать в категории один месяц, от зарплаты до зарплаты. Ну, может быть, ещё планирование отпусков. Но, когда ты начинаешь думать на много ходов вперёд, и, во-первых, ты начинаешь формировать своё будущее, часто будущее с нами случается. То есть обстоятельства так складываются, мы говорим, ну, вот это же так произошло, это же от меня не зависело. Но в этом и заключается стратегическое мышление, когда ты начинаешь строить планы надолго вперёд. И не просто строить планы, а ты начинаешь задумываться о том, а как что-то может пойти не так. Что здесь может не хватить денег, а здесь может вот это не так сложиться, а здесь вот так. И делать план Б, то есть план на случай, когда всё пойдёт не по плану. И когда ты начинаешь действовать, имея несколько сценариев развития событий, то ты становишься намного сильнее. Ну, представьте себе, допустим, шахматную партию, когда один шахматист думает на 2-3 хода вперёд, а другой на 7-8 ходов вперёд. Просчитывает разные варианты. Причём именно разные варианты, у него есть разные сценарии развития событий. Очевидно, что он будет выигрывать намного чаще. Поэтому я для себя принял решение планировать своё будущее на как можно больший срок. Понятно, что всё может пойти иначе. Но сам факт того, что ты моделируешь будущее, ты начинаешь создавать вот такое самосбывающееся пророчество. То есть ты нарисовал эту картинку будущего, и у тебя уже начинают обстоятельства выстраиваться так, чтобы реализовать этот самый твой план. Поэтому тот, кто обладает этим стратегическим мышлением, начинает существенно обыгрывать всех других в бизнесе, в спорте, в финансовых результатах, в инвестициях, в семье, точно так же в воспитании детей. Считаю очень важным ценным навыком. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько вы задумываетесь о своём долгосрочном будущем и строите ли вы долгосрочные планы. Либо, может быть, считаете, что всё это излишнее, и надо же сегодняшним днём.